Добрый день! В аурашистостях принимают удел патриарши экзархусия Беларуси Павел и коля двадцати епископов с Беларуси, России и Украины. Исторой и сучасностью епархии подтекавился Олег Синтеров. В аурашистостях принимают удел патриарши экзархусия Беларуси Павел и коля двадцати епископов с Беларуси, России и Украины. В уголе значный церковный статус Гомель у Першинюна был в 1907 году, когда сюда на служение был призначен епископ Митрофан. Потом у Гомеля было еще два архиерея – епископы Варлаам и Миколай. Но свою официальную историю епархия отличилась с 1925 года, когда из Могилевского викариатства она была первоутворена в самостоинную кафедру. Первым епископом Гомельской епархии стал Тихон Шарапов. Дос, какого, как илез шматайких тагачастых священнослужителей, был тяжким и трагичным. Праспотора месяца после прибытия у Гомель епископа арештовали. Наступные девять годов он провел в турмах и ссылках, а куль вел с гомельчанами активную переписку. В 1934 году епархия практически спынила свою деятельность. До речи, до развалу Советского Союза улады поспели закрыть на Гомельчане около 60% православных храмов. Когда закрыли храм, меня крестили, у священника на дому. И мать у меня была хростная сестра матери, а хростным была матушка. 20 липня 1990 года, еще одна значная дата в истории Гомельской епархии. Миновата у гэтый день, и она была знову обновлена, а ей керувником призначенный архиепископ Аристарх. Вернули верникам и их головный храм, Гомельский свято-петропавловский собор. Некаких годов до этого будинок не выкрыстовывался и приходил в Занепад. Отновляли его литерально всем светом. Некто хвировал гроши, некто бесплатно працевал на отновлении святыни. Сегодня Гомельская епархия объеднула 160 монастыров и приходов на территории 11 районов в области. До речи, кофись храмов после отраджения епархии поэлечилась амаль у 4 разы. Непосредственно подчас святкования заплановано открытие ящедной церквы. У гонора святого Иоанна Война в Жлобине. Церковь делает все возможное, чтобы в людях воспитать вот это доброе отношение и к земле, и к отечеству своему, и к своему дому, к своим родителям, и ко всем окружающим людям. И вот эти 25 лет возрожденной Гомельской епархии свидетельствуют, сегодня наши прихожане, наши службы, наше благочестивое настроение доброе. Так что положили труды и основания наши предыдущие поколения. Нам хватит еще очень много работы и последующим поколениям. Хочется пожелать, чтобы мы воспитывали в людях хорошее, доброе, вечное, святое. И Господь будет нас всех благословлять. Алексей Нечуров, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». У Мазары в аурочистой обстановце открыли городскую поликлинику номер 2. Гэтая установа «Аховы здоровья» очинила свои дверы для пациентов после реконструкции, на якой находилась с 2012 года. На проведение ремонтно-будовничных работ было выдатковано свыше 10 миллиардов рублей. А кроме того, набыто медицинское обсталявание на сумму около 800 миллионов со сродка удержанной программы социально-экономичного развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского полеса на 2011-2015 годы. На открытии медицинской установы побывал Дмитрий Котов. Открытие городской поликлиники у отдаленном микрорайоне Заречный – падея долгочаканная. На протягу опошних трех годов, пока ушла реконструкция, жихары района могли отримать медицинскую допомогу у будинку мясцовой школы. У некоторых классах находилось специальное обсталявание. Але, как трапить до специалистов узкого профиля, необходимо было отправляться в центр города. Особливо тяжко приходилось пожилым людям, для которых такие поездки в громадском транспорте были достаточно частыми. Зараз отримать всю необходную медицинскую допомогу можно побачь с домом. Симхирургии не было, потом эндокринолога не было, потом и многих врачей не было. А у нас тут очень много болит сахарным диабетом, надо к эндокринологу туда. Теперь тут уже будя на месте. А там очередь большая, весь город там. Поэтому очень удобно, когда тут в микрорайоне Заречный, вот эта поликлиника. Проведенный капитальный ремонт полностью изменил внешний выгляд поликлиники. Починаючи от стен помешкания до заявления нового сучасного обсталявания. Доступность до помоги, повышение якости медицинского обслугования, створение принципово новых умов, як для пациентов, так и для медперсонала. Такие задачи стоять перед обновленной установой аховы здоровья. Здесь предусмотрен прием врачами-терапевтами участковыми, врачом-педиатром участковым, врачом-хирургом, врачом-стоматологом и врачами-специалистами по графику. Кроме этого, предусмотрены и имеются все необходимые вспомогательные, так называемые, кабинеты для полноценного приема и оказания первичной медицинской помощи. В микрорайоне Зарешный проживаю больше за 5000 человек. Новая медустанова различена на прием 250 пациентов за смену. Мясовые улады сподяются, что высокий профессионализм и уважливое ставление до кожных пациента будут постоянным принципом у работе городской поликлиники номер 2. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район. До иных тем, Державтоинспекция Гомельской области распочала специальную операцию «Сустречная полоса». Комплекс профилактических мероприемств будет проводиться до 19-го жюня. В первую очередь, супрацовники ДПС возьмут под контроль наибольшие аварийные и небеспечные участки дорог региона. Как показывает практика, именно виталетом повеличивается количество порушений правилов обгону и выезда на сустречную полосу. В вынику роста дорожно-транспортных здоровья. Все лето за 7 месяцев по этой причине их отбылось 16. 7 человек загинули, еще 18 отримали травмы разной ступени тяжкости. Еще 24 ДТЗ отбылся по причине порушения правилов маневрования. В этих выпадках так само не обошлось без загинувших и травмированных. С метой нормализовать обстановку, да и прямая ответные меры. Со стороны сотрудников госоинспекции в ближайшие 10 дней по всей Гомельской области будет усилен контроль за соблюдением водителей правил обгона, а также нарушений правил выезда на полосустречного движения. Такие нарушения относятся к грубым нарушениям правил дорожного движения и за них предусмотрена административная ответственность. И водитель может лишиться права управления сроком на один год. До новинного спорта отбылся матчи другого тура розыгрышу Кубка краины по хоккее. Жлобинский металлург на выезде соступил Гродинскому Неману 1-5. А вот хоккейный клуб Гомель на своей плацовце примал Витебск. Он пульвер пасом, знайшел каля чужих ворот Явгена Соломонова, який открыл лик. В другой полове периода Витебск трохи выровнял гульню и стал частей ходить в атаку. На 16-й хвилине первого периода заснос Александр Когалева судя призначил булит. Перемога в этой дуэлле засталась за гульцом команды гостей. Под конец первой 20-ти хвилинки Витебск павел у лику. У середине другого периода, каля гостей были у меньшасти, Павел Мусиенко своечасово подставил клюшку и зравнял лик 2-2. А праздник кальки хвилин Мусиенко оформил дубль. Концовка периода засталась за Витебском. Выдалением у составе рысов скорыстався Дмитрий Лихачоу. У третьим периоде Гомель сдолил сабрацей довести матч до перемоги. Спачатку Миколай Сусла скорыстався помылкой оборонцов. Замоцевал поспех Явген Соломонов. Пять-трым. Перемога сдобытая, однако задуматься есть надшим. Мы сегодня хотели перед своим зрителем показать хоккей хороший. Но в нашем исполнении я бы мог разделить матч на две части. Это первые два периода, когда у нас ничего практически не получалось. Каждый хотел, каждый хотел, тянуло дело на себя. Не было командной игры, да, соперники и в зоне держал. И очень грубые ошибки были от защитников. То, что если мы хотим куда-то чего-то достигать, то нам надо перестраивать игру. Уже завтра команды снова выйдут на лед. Металлург сгуляет дома с Солигорским шахтером. А Гомель отправится в гости до Динамо-Молодежна. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадио, компания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи у эфиры.